В 1960 году в Челе произошло самое сильное землетрясение в истории, магнитуды 9,5 баллов. Оно уничтожило побережье страны на сотни километров, вызвало оползни и цунами, погибло почти 6 тысяч человек. Но сегодня эта самая обычная школа столкнется с еще более сильным землетрясением, которого до этого не видел мир. Салют, друзья, у микрофона Местер Кей, добро пожаловать в Тердаун, и сейчас мы находимся на уроке в самой обычной школе. Но у этой школы есть одна особенность, она находится в сейсмоопасной зоне, где частенько происходят землетрясения. И сегодня здесь произойдет самое разрушительное землетрясение за всю историю, 10 баллов. Что произойдет с самой обычной школой, сможет ли здесь кто-то выжить и к каким последствиям все это дело приведет. Но сегодня мы это с вами и выясним, уже звучит сигнал предупреждения о грядущем землетрясении, пора занять позиции. Но это землетрясение будет всего лишь 3 балла. По факту, такие происходят постоянно, и никаких серьезных последствий и угроз они не представляют. Но тем не менее, все равно лучше спрятаться куда-нибудь под парту, чтобы как минимум защититься от падающей штукатурки, или если лампа внезапно решит упасть. Ребята, занимайте позиции, землетрясение уже приближается. Так, землетрясение началось. Началось покачивание в классе. В принципе, всех потряхивает, но, как мы видим, вообще никаких серьезных последствий это не принесет. Телевизор покачивается, парты покачиваются. В целом, можно даже отправиться в столовку покушать, потому что, кроме каких-то легких толчков, я вообще ничего не чувствую. Даже мебель почти что не передвигается с места. Те, кто живут в сейсмоопасных зонах, постоянно ощущают такие землетрясения, потому что они действуют всего лишь несколько секунд и не представляют никакой угрозы. Хотя вот здесь, смотрите, цветочки-то рассыпались, ё-моё. Пусть завуч будет недоволен, надо цветочки-то на место поставить. Так, установим сюда. Хотя это не особо полагает, они все равно падают от этих толчков. Но ничего, уборщица тетя Галя, думаю, разберется с этим. Ну вот, землетрясение и закончилось, и никаких последствий для школы оно не предоставило. Все как стояло на месте, так и стоит, никаких разрушений нету. Но через несколько секунд произнес землетрясение амплитудой 4 балла. Оно не сильно отличается от предыдущего, и тоже случается довольно часто в сейсмоопасных зонах, но покачивать в этот раз должно уже посильнее. Мы сейчас находимся в столовой, территория довольно открытая, но в то же время и более безопасная, потому что мебели здесь меньше, потолки более высокие. Единственное, укрыться здесь где-то уже проблематичнее. Ребята, занимайте позиции, приближается новое землетрясение, и вот оно уже здесь. Слушайте, а это землетрясение уже с ног сбивает. Девчонка упала с ног, там немного раскидала вещи. Ребята еле-еле стоят на ногах, мебель уже начинает передвигаться. Всего лишь один балл разницы, но тем не менее землетрясение довольно сильно сказывается на этом помещении, и люди не могут устоять на ногах. Ребята, держитесь, держитесь. Главное, чтобы потолок не начал обрушаться, но для разрушения здания это слишком слабое землетрясение. Максимум, что оно может, это как раз таки сбивать с ног и перемещать мебель. Но вы заметьте, в столовой уже вся мебель переместилась. Здесь невозможно будет спокойно покушать. Надо будет столы все ставить на место. Но опять же, никаких катастрофических последствий мы тут не испытываем. А мы тем временем отправляемся на урок физкультуры, и можно заметить то, что лавочки здесь тоже в раздевалке раскидало. Я думаю, что те, кто живут в весьма опасных зонах, так или иначе уже готовы к подобным толчкам, и это не повод для отмены занятий и уроков. Ученики уже собрались в физкультурном зале. Но я вижу, что, кажется, проводка свисает с потолка. Судя по всему, предыдущие толчки как-то на это повлияли. Или это не проводка? Скорее всего, это канаты просто-напросто упали. Спортивное снаряжение тоже повылетало из шкафчиков. Но это, опять же, не повод отменять уроки, и все ученики собрались на уроки физкультуры. Помещение здесь еще больше, чем столовая, и в целом нет никаких предметов, которые могут летать по спортзалу. Как будет ощущаться землетрясение в 5 баллов здесь? 5 баллов это уже более серьезные толчки, и школьники сразу попадали с ног. Моментально никто не устоял на ногах. Так, хорошо, здесь все покачивается, мебель снова перемещается. Канаты тоже перемещаются, но здание стоит. 5 баллов не способно разрушать здание, максимум дребезжание стекол, может быть, штукатурка начнет обваливаться, предметы опять же перемещаться. Ребята, держитесь, держитесь, самое главное, занимайте позиции получше, подальше от всяких лавочек, чтобы эти лавочки вас не прибили. Но, в целом, находимся мы в спортзале, и я чувствую себя здесь более чем безопасно. Ничего катастрофического 5 баллов нам тоже не представляет. Предлагаю выйти в коридор и посмотреть, что происходит там. Это все-таки спортзал, это что было? Только что слышал звуки, как будто разрушения какие-то случились, и действительно! 5 баллов землетрясения! Тут дыра образовалась! И столовый вниз! Это как вообще возможно? И здесь дыра образовалась! Всего лишь 5 баллов землетрясения! Ладно. Землетрясение закончилось, и, к счастью, вы посмотрите, что случилось на уроке технологии. На уроке технологии я точно не хотел бы оказаться, если бы тут еще работала какая-нибудь бензопила, и эта бензопила прилетела бы тебе в голову. Но вот эта вот дыра... Давайте-ка вернемся обратно в актовый зал, посмотрим, что там происходит. Еще одна дыра! С ума сойти! Я... Капец! Я не ожидал, но 5 баллов в школе, это уже балленно серьезная проблема. Обвалилась даже часть лестницы! Мне казалось, здания должны делать покрепче, особенно в сейсмоопасных зонах, потому что это всего лишь одно землетрясение в 5 баллов, а оно может происходить буквально каждый месяц, и все это дело долго не проживет. Так, у нас здесь образовалась дыра, и кажется, у нас после этого землетрясения, друзья, первая жертва. Филипп, к сожалению, судя по всему, попал под падающий потолок, либо провалился вниз, от него остались лишь две ноги. Картина жуткая, но не самая страшная, потому что уже приближается очередное землетрясение амплитудой в 7 баллов. 7 баллов, это уже очень серьезное землетрясение, после которого происходят чудовищные последствия наводнения, ломающиеся деревянные здания, но это все-таки школа, сделанная из кирпича и бетона, и она должна, надеюсь, пережить подобное землетрясение. Главное, находиться в безопасном месте, а уж точно не на лестнице. Я предлагаю нам вернуться в класс, из которого мы изначально ушли. Да, в классе, конечно, довольно сильно все пострадало. Ладно, закроем дверь, и тем не менее попробуем здесь укрыться. Как минимум меня утешает то, что никто в этом классе не пострадал, несмотря на всю эту мебель. Так что, ребята, занимаем позиции готовить землетрясение амплитуды в 7 баллов. Ох, ё-моё. Как тряхануло-то сразу. Ох, ё-моё. Все снова попадали с ног. Более того, их сразу заволохло мебелью. Кажется, кажется, потолок обвалился. 7 баллов землетрясение. Стена обвалилась. Дыра на улицу образовалась. Я бы в этой ситуации сразу бы эвакуировался из школы и бежал куда подальше. Ой. Вместо этого я упал на этаж пониже и оказался в нижнем классе. Капец. Это невозможно. Как выжить? Это всего лишь 7 баллов. А нас сегодня ждет землетрясения в 10 баллов. Хотя уже школа разрушается буквально на глазах. Этажи разрушаются. Потолки разрушаются. Стены разрушаются. Здесь вообще нигде не безопасно находиться. Надо стоять около стены. Надо стоять около стены, под несущей конструкцией, чтобы на тебя ничего не обвалилось. Это золотое правило в данной ситуации. В остальном я даже не знаю. Мне даже страшно представить, сколько людей может пострадать во время этого землетрясения. Пока что находимся в безопасной зоне и ждем, когда все это дело закончится. Я знаю, но, конечно, закончится. Там лестница пожарная начала обваливаться. Хотя эта лестница создана для эвакуации из школы. Но теперь ученики с верхних этажей даже эвакуироваться не представляются возможны. А мы, кстати говоря, можем выбежать на улицу. Выбегаем на улицу и все. Мы находимся в безопасной зоне. Безопаснее место не придумать. Землетрясение заканчивается. Толчки прекращаются. Но последствия после землетрясения 7 баллов. Мягко говоря, неутешительные. Я даже боюсь представить, что может произойти дальше. Вы посмотрите, сколько разрушений оно привнесло. Школа восстановилась, как будто ничего и не произошло. Но это до поры до времени, потому что приближается землетрясение амплитудой в 8 баллов. И 8 баллов уже способны образовывать трещины на тротуарах, оползни в горах, обвал стен. А вы видели, что произошло при 7 баллах. И боюсь, что со школой будут большие проблемы. Так или иначе, мы сюда и заходим. Бесстрашно, чтобы испытать это землетрясение внутри самой обычной школы. Я предлагаю отправиться, знаете, на урок. Как будто мы сидели на уроке и началось это землетрясение. Учитель стоит на месте, все ученики стоят на месте. Займем позицию в конце класса. Ребята, приготовьтесь лучше. Хотя, если приближать с землетрясением амплитудой в 8 баллов, надо эвакуироваться. Но обычно о таких землетрясениях узнают буквально за несколько секунд. В лучшем случае, за минуту. И эвакуироваться всем из здания в такой ситуации невозможно. Мне интересно, сколько потребуется секунд, чтобы этот класс начал разрушаться. Итак, землетрясение начинается. Потребовалась 1 секунда. Ровно 1 секунда, и класс уже разрушается. Ё-па-ё, стена уже обрушилась. Ученики все попадали с ног. Их заварило предметами. Шкаф упал на учеников. Капец, ребята, вам не повезло там находиться. Нельзя было стоять рядом с тяжелой мебелью. Да и под партой находиться-то не очень безопасно. Так, давайте перемещаться ближе к учителю. Возможно, здесь будет побезопаснее. Хотя тут все-таки доска и тоже пришибить может. Капец. Все предметы в классе разлетелись. Стена обрушилась. Доска с ума сходит. Лучше рядом с ней тоже не стоять. Но в целом пока штукатурка не падает, а значит находиться в этом классе безопасно. Главное стоять рядом с несущей стеной. Здесь уже на самом деле дыра на улице образовалась. И в идеальной ситуации через эту дыру убегать из школы, когда она обрушается со всех сторон. И обломки могут долететь до тебя, даже когда ты просто бежишь и убегаешь из этой школы. В такой ситуации точно внутри оставаться не стоит. Как бы вы не хотели, как бы вам не было страшно, вы должны выбраться на улицу. Потому что только на улице будет безопаснее. Вот я выбежал из этого класса. И, пожалуйста, уже потолок в этом классе обрушился. Обрушился на учеников. Нужно их спасать. Нужно их выкидывать на улицу, где будет побезопаснее. Ой, здесь дыра в подвал образовалась. Землетрясение наконец-то утихло, но, боюсь, для всех выживших это только начало испытания. Теперь им нужно как-то выбраться из этой школы. И, ну, вы сами видите, что сделать-то будет не очень-то просто. Потому что вся эта школа превратилась в обломки. Ученики попадали опять в подвалы. Мне кажется, подвалы надо запретить в школах, потому что ученики постоянно падают туда. И в результате не могут оттуда выбраться. И вот вход в школу. От него ничего не осталось. Вы посмотрите, что случилось после землетрясения магнитудой 8 баллов. Но школа снова восстановилась, чтобы принять на себя удар самого разрушительного землетрясения в истории. Напомню, 10 баллов не было никогда зарегистрировано. Таких землетрясений мир еще не видел, хотя шкала простилорается до 12 баллов. Но вы сами думаете, что 12 баллов это конец света. Так или иначе, я сейчас хочу предпринять кое-какую попытку спасти учеников. Я думаю, что самое безопасное место в любой ситуации должен быть как раз-таки подвал. Ученики и так падают в подвал, но если они будут находиться здесь изначально, возможно, это их защитит. Поэтому вот эта вот группа учеников успела укрыться в подвале и посмотрим, что с ними здесь произойдет спустя несколько минут после начала землетрясения амплитудой в 10 баллов. Мы же, как самелые ребята, примем этот удар прямо в холле школы вместе с этими пацанами и посмотрим, как они выстоят после землетрясения в 10 баллов. Которая уже, между прочим, начинается. Первые толчки пошли. Первые толчки обычно самые слабые. Но нет. Нет. Здесь уже все разлетается. Учеников подбрасывает. Лестница начинает падать в лесу. Позвольте. Буквально пару секунд потребовалась. Дыра образовалась. Лестница начинает обрушаться. По лестнице уже никто не эвакуируется. Да и, в принципе, находиться на лестнице в этой ситуации ужасная идея. Я не понимаю, что происходит вокруг меня, потому что все вокруг меня обваливается. Лестница обвалилась. Богополучно обвалилась лестница. Ученик там летает туда-сюда, но все еще жив. Главное, под несущей стеной находись. Там безопаснее всего. Надеюсь, потолок на тебя не упадет. Парта прилетела в результате на этого ученика с верхнего этажа. Прямо из класса. Класс тоже обвалился. И теперь там парты летают по всему коридору на первом этаже. Очень страшная картина, которая происходит сейчас здесь. О, господи! Тот класс, в котором мы находились, кажется, здесь никто не выжил. Здесь образовалась дыра в паум. Все ученики попадали вниз. И даже если там кто-то еще живой, но их просто-напросто колбасит обломками. Вон там еще один ученик упал вниз. Учитель тоже непонятно где. Самое интересное то, что предметы реально летают. Такие сильные толчки, что в результате предметы подбрасывает вверх, и стены подбрасывает вверх, и школа подбрасывает вверх. Ребята, держитесь! Держитесь! Одному ученику уж голову оторвало! Кровь повсюду! Ужасная картина! Ты живой, парниш? Ты живой? Давайте посмотрим. Этот еще живой! Кровью истекает, но еще живой! Он, кажется, без ног остался, но все еще жив. Надо его попробовать на улицу вытащить. Парниш, давай! Давай, крепись! Сейчас выбросим тебя на улицу, может быть, там тебе будет получше. Давай, 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 давай! Так, кажется, я его выбросил на улицу, но, по-моему, ему стало только хуже после того, как я его выбросил на улицу. Теперь он, ну, точно мертв. К сожалению. К огромному сожалению. Кстати, заметьте, удивительно, но спортзал стоит, и крыша спортзала продолжает держаться, несмотря на разрушение по сторонам. Давайте скорее спускаться в подвал, где мы оставили учеников, потому что снаружи, и так все понятно, снаружи школа разлетается на куски. А от подвала-то хоть что-то осталось? По-моему, лестница, которая здесь должна была вести в подвал, от нее ничего не осталось. Хотя она была железная, но, тем не менее, она разрушилась. Так, заходим. Да. К сожалению, ученики, которые спустились в подвал, обрекли себя на верную гибель, потому что верхние этажи обрушились на них, и в результате в подвале никто, абсолютно никто не выжил. Как только потолок обвалился, все ученики здесь, к сожалению, сильно пострадали. Ну, вот и все, друзья. Землетрясение закончилось, и именно такие последствия получила самая обычная школа после землетрясения в 10 баллов. Думаю, что-то говорить здесь дополнительно нет никакого смысла, вы и так сами все видите. Поэтому, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить свои зверские лайки и предлагайте свои идеи в комментариях, что вы еще хотите увидеть в Тирдауне. Не забудьте посмотреть другие видео. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова